МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Честное мнение». В студии Светлана Ладина и Вячеслав Владимирович Боровских, автор и ведущий программы «Первая натура», доктор-психотерапевт. Здравствуйте! Начнём с извинений. Вчера мы не смогли выйти в эфир по техническим причинам. И те изменения, которые вы наблюдали в нашем эфире, были связаны с тем, что некий экскаватор порвал очень важный провод, очень важный кабель. Была нарушена возможность прямого вещания. И мы выкручивались как могли, слава богу, выкрутились. Но вот некоторые программы пострадали, в том числе и программа «Честное мнение». Поэтому у нас осталась тема, заявленная на вчерашний день, а именно «Страстная седмица». Всё равно первые дни «Страстной седмицы». Вот что обязательно надо сделать в это святое и великое время? Как спланировать свои действия с той, конечно, оговоркой, что наши планы сбудутся, если они будут угодны Богу, так, чтобы провести эти дни достойно? Опять же, так, как Богу угодно. И как сочетать скорбь этих дней с предпасхальной радостью? Что вы думаете об этом? Ждём ваше «Честное мнение» по телефону 379-6570, код города 343. Пишите нам в ВКонтакте, на Фейсбуке и на форуме телеканала «Союз». Вячеслав Владимирович, вот к вам такой же вопрос. Ну, для меня лично «Страстная седмица» – это всегда время подготовки к встрече. Вот такое предвкушение торжественного события какого-то. И каждый раз переживается это как-то по-особому. Я… Ну, мне часто приходится так говорить и пациентам своим, и на лекциях, которые я читаю, что Голгофа с распятым Христом – это вершина человеческой истории. Всё, что было до этого, было для этого. И всё, что происходит после этого – это для того, чтобы люди могли к этому как-то приобщиться. Поэтому всё, что было во время Великого Поста и покаяния, которое должно быть, конечно, у человека, в «Страстную седмицу» это всё каким-то образом концентрируется, но уже приобретает такой радостный оттенок, привкушение радости. Ведь страдание Христа – это, как сказано в символе веры, нас ради человека и нашего ради спасения. То есть это для нас. То, что произошло на Голгофе, это, несмотря на весь трагизм и ужас того, что там было, это то, чем мы спаслись. Это вот тот замысел, тот домостроительство Божие, которое осуществилось, несмотря ни на что. Это Богом было задумано так, и оно так и произошло. Мы не вмещаем этого в своё сознание. Мы трепещем перед этим событием. Вот оно приближается сейчас, это «Страстная пятница». И мы каждый раз переживаем это как-то по-особому, с трепетом, с таким. Но мы знаем, что это не конец, это не торжество зла, а наоборот. Именно за этим стоит Бог, торжествующий Господь, торжествующее добро. Разрушение смерти, вот это вот смертью смерть поправ, непостижимое. То, что сказано в Священном Писании, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. А для нас спасение, радость необыкновенная. Поэтому «Страстная седмица» — это время и радости тоже. Радость и печали, как говорит Иоанн Златоуст. Мы живём вот в этом предвкушении торжества, и уже внутренне торжествуем. Вот. И, конечно, кроме «Страстной пятницы», у нас ведь есть ещё и «Великий четверг». Об этом обязательно поговорим. О «Великом четверге» у нас звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем. Алло. Алло. Пожалуйста, представьтесь, и откуда вы звоните? Звоню из Рязани. Из Рязани. И как вас зовут? Отец Иосиф. Отец Иосиф, благословите. Боже, благослови, добудь со всеми нами. Батюшка, слушаем вас. Вы знаете, вот Светлана задала вопрос, как совместить «Страстной седмицей» и «Пасхальную радость». А на мой взгляд, это так же, как совмещается «Страх Божий» и «Любовь к Бому». Ну да, ну верно. Батюшка, мы слушаем вас, слушаем. Ну я все, я свое мнение сказал. Вот об этом. Как совместить «Страстной седмицей» или «Божий». Вот вам понятие, это так. Спасибо. Отец Иосиф, тогда еще вопрос. Вот какие богослужения на «Страстной седмице» надо очень постараться и не пропустить? Знаете, нельзя что-то выделять из тела человека. Нельзя сказать, что сердце, например, главный орган, а голова нет. Или, наверное, против того. Так, и все было, слушай, оно все едино. И нельзя вычленять одно, а другое отпускать. Ну просто люди, работающие, вряд ли смогут позволить себе вот прям все. Ну каждый должен исходить в то, что он может. А Господь от нас сверх силы не требует. Спасибо вам, батюшка. Спасибо за ваше честное мнение, за ваш звонок. Ну, собственно, да. Вот про «Чистый четверг», про «Великий четверг» мы заговорили. Я честно скажу, мне вот это название «Чистый» не нравится. Не нравится. По той простой причине, что его сделали бытовым. Вот в этот день обязательно надо помыться, все помыть, все прибрать. И вот это все, получается, затмевает собой то, что действительно обязательно надо сделать. И вот всеми силами стараться, чтобы Господь тебя это восподобил. То есть быть причастником святых христовых тайн на Тайной Вечере. И затем стоять у креста Господня, когда будет чтение 12 отрывков из Страстных Евангелий. А мы будем все прибирать. А мы на это время потратим, силы, потому что не смогу с тобой, все уже, сил нет. У тебя какие-то, что не могу. Ну, а с другой стороны, Светлана, вот за этим прибиранием, за этой уборкой «Великий четверг» как раз и кроется эта радость, которую люди уже предвкушают. Ведь это уже такой душевный подъем, это уже какое-то внутреннее торжество, это подготовка к встрече гостя. Вот оно выражается в такие формы, отливается. У нас же наш народ, он на 90 с лишним процентов был крестьянским, крестьянского происхождения. И, конечно, крестьяне многих богословских истин, ну, просто не могли знать физически. Им Евангелие могло быть недоступно. Но они восприняли Евангелие вот такой практикой своей жизни. Вот это торжество Великой Седмицы, оно вот так у них и выглядело. В четверг люди готовились к встрече с гостем. Все было, и причастие тоже было. И торжественное богослужение, в которых они участвовали, все это было, все это переживалось по-своему. И так, как люди могли это переживать. Но и вот это тоже уборка. И сейчас, вот когда... Нет, понимаете, я не за то, чтобы было грязно на Пасху, и совсем не за это, но я за то, чтобы были правильно расставлены приоритеты. Да, да, конечно. Вот о чем речь. Да. Ну, а я помню, как это делала, допустим, моя мама. Я вот с детства привык к тому, что мама готовилась к Пасхе. И у нас всегда дома наводился порядок. Вот всегда запах этого чистого белья, новых постелей, там чистых полов, мыла, стирального порошка. Вот это я очень хорошо запомнил. Вот для меня, для детского моего восприятия, вот такое переживание. Особенный день. Да, великой четверг, да, чистоты. И даже когда говорится «великий четверг», у меня сразу это с чем-то таким-то раз какая-то вспышка света возникает в сознании. Мне вот это очень нравится. Ну, наверное, самое удачное сочетание нам предложил Шмелёв, да, в «Лете Господнем», когда есть и духовные переживания главного героя, ну, его самого, по сути, да, детские, и тех, кто его окружает, и вот эти вот народные традиции, и всё переплетено, и одно другого не исключает. И вот ещё мне хотелось бы сказать, что мне очень нравится это выражение, что православие — это религия радости. И за той скорби, которую мы переживаем по отношению к себе самим, когда мы видим свои грехи. Мы же скорбим по себе самим. Но здесь срабатывает вот этот закон природы, который выражен в одной из заповедей Христовых — «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». То есть это всё должно приводить к радости. Утеха — это радость. И весь Великий пост — это же, в общем-то, состояние радости души. Здесь не должно быть чего-то такого унылого. Здесь не должно быть какой-то печали безысходной. Нет. Вот за этим плачем по себе самому всегда этот яркий свет. Свет в конце тоннеля, да, обязательно должен быть. Ну, вот хорошо, мы в среда, да, вот с четверга, вот обратно на среду, то, что завтра. Завтра мы вспоминаем предательство Иуды. И жена-грешница умывает ноги спасителя и отирает волосами головы. А ученик, он морально уже готов. Он ничего не совершил, но в мыслях он уже созрел. И какие-то действия для этого произвёл. И, конечно, всё равно некоторые опасения уподобятся этому персонажу. Вот всё очень-очень сочетается. Хотя, конечно, лучше представлять себя на месте жены-грешницы и понимать, что грехам её соответствуешь, а вот её действиям таким. Но вот интересная такая вот вещь, что Христос, несмотря на то, что сделал Иуда, он ведь его любит. Ничуть не меньше, чем свою пречистую Матерь. У него ведь нет любимчиков. Вот, наоборот. Ну как, то есть любимый ученик, а он богослов. Это мы так делим. Ничего не мы, это в Евангелии написано. Ученик, которого любил Христос. А кого-то он не любил? Ну, всех любил, но его особенно, вот за эту чистоту. Ну и, кстати говоря, из всех апостолов, вот именно этот юноша, горячий, чистый, любящий, ведь только он у Креста и остался, остальные-то не смогли. Но Христос не обиделся. Ну, конечно. Вы хотите сказать, что не обидится и на нас. Да, вот как раз это и должно, на мой взгляд, переживаться в Страстную Седмицу. Мы приближаемся к Пасхе. И вот это торжественное пасхальное слово Иоанна Златоуста, оно вот уже скоро будет звучать на пасхальной службе. Когда нет ничего такого, что могло бы перекрыть Божественную Любовь. Возрадуйтесь, постившиеся, не постившиеся. Никакие человеческие грехи, даже все вместе взятые, они не могут пересилить Любовь Божию к роду человеческому. Вот в этом вся радость-то. Мы, с одной стороны, готовясь к этому торжественному событию, мы переживаем тяжесть своих грехов, понимаем, что они отравляют нам нашу жизнь. А с другой стороны, чем ближе мы к этому событию, вот уже сейчас, на Страстной Седмице, мы начинаем приближаться вот к этому, к увеличению и преобладанию Божественной Любви над всеми слабостями человеческими. Вот, поэтому я и говорю, что должна здесь торжествовать радость. Уже сейчас, на Страстной Седмице, должна торжествовать радость. Мы помним слова символа веры. Нас ради человека, и наше ради спасения. Распяты горзаны при понтийстве пилате. Мы также ведь знаем и ужас распятий. Так, сейчас не будем спорить, прием звонок. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. Вы в эфире, мы вас слушаем. Алло, это вас беспокоит предсказание Валентина Николаевна. Валентина Николаевна, хорошо, что вы нас беспокоите. Слушаем вас. Я бы хотела, знаете, ваше мнение услышать о чем? Вот чей-то четверг, великий четверг, иногда в храмах, значит, вот великий четверг освящение соли бывает в некоторых храмах. Вот как это действительно имеет место по православию? Или это что-то такое придуманное? Ну вот я помню комментарий Игумена Вениамина, который говорил, что это какие-то языческие такие моменты, четверговая соль. Я тоже от него первый раз узнала, и оказывается, такое практикуется. Ну, вы знаете, это ни к каким каноническим вопросам вообще отношения не имеет. Ну, хлеб, вино и лей. Да. Я, в том числе, взяли домой по большой коробке с яйцами, каждому выдали один цвет. Мне достался зеленый. Весь вечер дома кипела работа, во всех кастрюлях варились яйца, окна запотевали, другие яйца окрашивались, еще партия остывала на балконе. Было забавно выглядывать туда, на балкон, и лицезреть пять сотен яичек. Это было здорово. Ну, вот, пожалуйста, такое радостное переживание в тот самый, да, великий четверг. Денис Иванов. На Страстной Седмице нужно обязательно вспомнить о последних днях земной жизни Господа, о проклятой смоковнице, притчу о десяти девах, талантах и иных, о страданиях христовых голгофий, дабы смирить свое сердце и радостно встретить светлое Христово Воскресенье. Ну, в основном, по-моему, все с вами согласны. Только я спорю. Надежда пишет на форуме, убраться, приготовить еду, на печи куличи, покрасить яйца, все это второстепенно, главная цель духовное соучастие в событиях Страстной Седмицы и Светлого Христового Воскресенья. Когда правильно поставлена цель, ты полностью отдаешь свою жизнь в руки Божьей и перестаешь суетиться. И время как бы удлиняется. И все успеваешь сделать. Надо постараться всегда пребывать в молитвенном состоянии, тогда и скорбь, и радость в душе объединятся. Каждая служба в эти дни особенная, но даже если человек не может по уважительным причинам физически находиться в храме, то никто и ничто не может помешать. Духовно соединиться с Церковью Христовой в единой молитве. Режиссер говорит, что время. Вячеслав Анатольевич, спасибо огромное. Дорогие друзья, я что хочу сказать. Завтра и послезавтра мы не будем выходить в прямой эфир, мы покажем вам какие-то программы из нашего архива. Потому что мне кажется, что это такие дни, когда максимально все будут сосредоточены и будут стараться участвовать в богослужении. А те, у кого не будет такой физической возможности, все-таки им будет не до телевизора и не до каких-то даже таких благочестивых обсуждений, как это. Поэтому, скорее всего, мы с вами встретимся в прямом эфире «Великую пятницу» уже накануне субботы. Ну а если и это не выйдет, тогда понедельник и скажем друг другу «Христос воскресе». С вами были Вячеслав Боровских, Светлана Ладина и программа «Честное мнение». До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»